В картиной галереи Черкеска открылась ежегодная выставка, посвященная одному из тяжелейших дней памяти жертв депортации карачаевского народа. Часть представленных работ показывают мирное время, величавые горы Кавказа, прекрасную природу, красоту его жителей, так как, несмотря на тяжелую историю, репрессированные народы не утратили свою любовь к родине. Соприкоснулась с тревожным временем и Альбина Ламкова. Эти тяжелейшие годы, 14 лет, в течение этих лет народ не был сломлен, остался оптимистом. И вот сегодняшняя выставка свидетельствует за то, что наш народ все-таки сумел выжить, но в памяти сохранил те несправедливые страшные годы. Депортация одного народа – это трагедия всего человечества. Более того, никакой вины у Карачаевцев перед страной не было. Изгнанные в одночасье из родных мест, где проживали столетиями, расселили их в Средней Азии, сказал народный поэт Карачаева Черкесии Дина Мамчуева. Основание было одно, отметила она. Причина всем давно известна. Наши красивые земли приглянулись господину Тирану Сталину и его приспешникам. Современные поэты и писатели время от времени возвращаются к этой теме, а художники пишут монументальные работы, посвященные депортации. Подрастает молодежь, она тоже вносит свою лепту в трагическую страницу истории карачаевского народа. А все это для того, чтобы никогда ни один народ не ступал на этот трагический путь. В заключении сказала Дина Мамчуева. Выставку, посвященную депортации карачаевского народа, художников республики, разместили в трех залах. В одном из них расположили мини-выставку Умара Мижева. В своих произведениях художник в ярких красках вдохновенно воспевает и прославляет красоту родного края. Каждая история, реализованная на полотне, воплощает связь с родной землей. Представленные работы никого не оставили равнодушными. Ирония и сарказм убедительно представлены в картинах художника Мусея Байханова. Он посетил места ссылки карачаевского народа, собрал некогда засекреченные архивные данные о незаслуженно выселенном народе. Несколько характерных деталей, узнаваемых. И они узнаваемы не только для тех людей, которые пережили депортацию ссылки. Для людей из ГУАГов, для людей из советских концлагерей. Посмотрите, как хорошо слово «сослать» обыграно. В каждой работе, выставке считывается определенный сюжет. Одни впечатляют в селе «Оптимизм», другие настораживают. И вместе с ними вновь проживаешь ужас прошедших лет. Но для того, чтобы в полной мере прочувствовать историю каждого полотна художников, необходимо лично увидеть их работы. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Корчаева, Черкесия.